Не унывать! С таким девизом по жизни идет люберчанка Мария Бодрова. Накануне женщине исполнилось 90 лет. В свой юбилей она получала поздравления и делилась с нашей съемочной группой своими мудрыми советами и, конечно, секретами долголетия. Пусть ярость благородная скипает, как волна, идет война народная, священная война. С песней по жизни. Даже вспоминая военные годы, она не унывает. Активная и веселая. В свои 90 придерживается правила. Движение, жизнь, а еще улыбка и добро. Главные составляющие долголетия. Я очень любила людей. Очень. Особенно детей. Животных любила. Не была злой, не была обидчивой. Хулиганистые даже говорить нечего. Даже по огородам лазили. И огурцы, и яблоки. К моей бабушке за китайкой лазили. Детские годы Марии Бодровой пришлись, как и у всех ее сверстников, на время войны. Будучи школьницей, она по неволе стала санитаркой. Умела делать перевязки и ухаживать за ранеными. После стала корреспондентом в Ленинском знамени. А уже в 70-е переехала с семьей в Люберце. Работала в гарнизоне, потом на вертолетном заводе. Поздравить с юбилеем землячку пришел и Владимир Ужицкий. Я рад вас видеть. Вы замечательный человек. Дочь, сын, три внучки и даже два правнука. Сама себя Мария Бодрова называет богатой бабушкой. По ее словам, семья – главное достижение в жизни. Она обладает очень ярко выраженной мудростью. Это то, что не под силу нам, еще молодым. Она говорила о том, что очень любит людей. Это действительно так. И она всегда поможет, если какие-то проблемы. Я очень счастлива, что у меня такая бабушка. За праздничным столом большая семья соберется чуть позже. Но даже и без родственников. В день рождения в квартире Марии Ивановны звонок прозвенел не один раз. Поздравить и выручить подарки приходили многие. В свою очередь, именинница пообещала принять поздравления и на свой вековой юбилей. Мария Антонова, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Меня зовут Мария Кузьмичева. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютьюбе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.